Она у меня не могла ни разжаться, ни сжаться не могла рука. Не так, не так. Сейчас она все как бы делает. Еще пару дней назад Алексей не мог пошевелиться. Всему виной купание на тургаяке. Вместе с женой, детьми, молодой человек отдыхал на жемчужине Южного Урала. Уже перед отъездом домой решил еще раз искупнуться. Нырнул рыбкой в воду и ударился головой о покрышку буйок. Ну и вообще, если честно, уже думал, все. Когда уходил уже на дно, я просматривал, даже все открылись глаза главы. Все просматривал, но он нашел все силы подняться. Было, конечно, жутко. Алексей толкнулся одна и всплыл. Жена и друг вытащили его из воды, положили на землю и вызвали скорую. Врачи зафиксировали у молодого человека серьезную травму шеи. Чтобы провести операцию, отправили в областную больницу. Как состояние? Состояние нормально, стабильно. Все восстанавливается. Готов на выписку домой? Да, готов. А может, рано еще? Нет. Жителю Миаскова крупно повезло. Операция длилась около трех часов. Здоровье удалось сохранить по максимуму. Примерно через полгода реабилитации Алексей вернется к обычной жизни. Такие повреждения хирурги называют травмой ныряльщика. Часто она становится причиной пожизненной инвалидности или даже смерти. В результате травмы развивается спинальный шок. Очень быстро у этих пациентов присоединяются осложнения, трофические осложнения, пневмония. Не работает проводимость по спинному мозгу. То есть все, что ниже, не работает. Пациенты самостоятельно не дышат. Проблема с гемодинамикой, отек спинного мозга. В областную больницу традиционно привозят самых тяжелых пациентов. С травмой ныряльщика сейчас шесть человек. Один из них уже больше месяца находится в реанимации. Дмитрий Бачко, Сергей Олейник, 31 канал.